Путин и Кадыров Это наше детище, это наш сынок, успокаивает россиян Путин. За 20 лет, потратив более 200 миллиардов долларов на оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, получили чудика, который не способен помочь не только России, но и даже самому себе. И спрашивается, и вы хотели встать с колен с таким, как Кадыров? А со своей стороны мы скажем, это наш осиновый кол, который будет вбит в имперский гроб. Миша Аллах. Я думаю, вы сами заскучали по той Ичкерии, которая на самом деле предлагала России мир. И хотела заключить его в конце-то концов. Но пришел Путин со своей войной и начал добивать Россию. Все эти потемкинские деревни, многочисленные демонстрации покорности чеченцев, это всего лишь подыгрыш. Никогда, ни перед одной империей чеченский народ не оставался коленопреклоненным. И скоро Путин в этом убедится. А теперь рукопожателям Путина, заведующему пехотинцу. Только вы можете сделать из любого и даже постороннего человека своим врагом. И делайте это из-за своей недальновидности, необразованности, глупости, тупости и идиотизма. Вам за эти качества и вручают героев России, ордена замужества, звания академиков и прочие шалупуни. И как тут не привести касательно вас цитату Державина. Вы что, действительно думаете, что вам можно лгать, кого-то оскорблять и унижать? Если бы вас пожизненно обучали, и то бы вы не поняли самый лёгкий третий закон Ньютона, который гласит, на каждое действие есть противодействие. Его вы встречаете в своей жизни и довольно часто. Это когда вы совершаете какое-либо действие, то приводите в действие силу, которая будет отвечать вам жёстким образом. То есть, имеется в виду, все те люди, которые стали критиковать вас, выявлять вашу ложь, называть вас своими именами, вы их сами сделали своими врагами. Вам не противостоять против такой силы, потому что их много. Из-за отсутствия мозгов в вашей черепной коробке. Со дня убийства президента Чеченской республики Чкерия Аслана Масхадова и по сей день вы стали обвинять его в самой отвратительной форме во всех грехах и в войне, которую развязала Россия, и вы это прекрасно знаете, то есть моего отца. Человека, которого ваши московские хозяева не дали похоронить по-человечески. Затем вы стали бессовестно врать, пытались оскорбить меня и других людей, при том ещё клялись именем Аллаха, причём стоя в мечети, что категорически запрещено в исламе. Все эти 20 лет я работал в разном направлении, против вас и ваших хозяев, и вы это прекрасно знаете. Да, не открыто, но против российской пропаганды. Но сейчас, когда вы перешли все границы, я познакомил вас с третьим законом Ньютона. На каждое действие есть противодействие. Вы начали, как последние трусы, уже по своей привычке, как вас ранее научили этой практике в Кремле и в СВ, дёргать моих родственников, этих самых обычных людей. Они мне передавали, чтобы я остановился, зная, на что вы способны. Потом вы стали дёргать мою мать, которая перенесла операцию на онкологию, и у которой сегодня четвёртая стадия. И вот я им всем сказал, почему они думают, что им дозволено всё, оскорблять живых и убитых, запугивать обычных людей, врать и унижать. И добавил, что я не опущусь на их уровень, то есть на ваш уровень, но правду выскажу. Вы стали затем думать, как меня успокоить, психовали, ломали голову, собирали советников, обсуждали это, но решили начать с дискредитации и очернения. Это был первый этап. Нашли кого-то, того, который вообще не помещается в объектив камеры, который называет себя чеченцем, хотя он лишь выучил язык и был усыновлён чеченской семьёй в Астрахани. Имя сейчас не помню, но вы там его называете как-то начальником рынка, что ли. Затем начал меня дёргать в своих эфирах блогер или правозащитник из Германии. Об этом мне тоже рассказали. Позже вы использовали абсолютно неадекватную, то есть в кавычках, на самом-то деле она очень даже адекватная, женщина из Германии. Против меня, а также моих родных, с самой грязной и отвратительной ложью и в самой неприемлемой для чеченцев форме. Да, это ваш уровень, это ваш стиль и ваш метод. Имея с вами контакты, она согласилась написать отвратительные сообщения моей матери. Ну, я подождал, я стерпел. Вы сейчас используете материалы, которые вам передал Хамбиев, которого мой отец никогда не учил предательству. Ваш телевизионный канал, эти иллюзионисты, журналисты, блогеры работают для распространения сплетен только для очернения и оскорбления людей. Ну, и это вам не поможет. Я понимаю, что ваше окружение не может вас превосходить, но с другой стороны я рад. Только глупцы делают глупости, которые вызывают смех у народа. Умные обходят вас стороной, и поэтому вы ищете себе подобных. Потом со мной связываются якобы мои сторонники с вопросами насчёт архива моей деятельности и другими странными вопросами. Вот. И что? И это тоже вам не помогло? Почему вы все так заёрзали и активизировались, причём все так одновременно? Вам что, не понравился третий закон Ньютона? А ведь верно говорят, что когда правда на твоей стороне, когда ты придерживаешься только правды, с такими, как вы, легче говорить. Но я не закончил ещё. Я продолжу. Вы сейчас подняли вопрос о моём физическом устранении. Вы и раньше это обсуждали, я в курсе, я это знаю. Вот видите, сколько головной боли вы себе принесли со своей недальновидностью. я вам всегда пытался донести, что не получится ни приручить, ни купить, и так далее, и тому подобное. Это был совет. Но вы выбрали самое глупое. Как обычно, вы предложите деньги, будете искать пути, и всё это из-за того, что я смею рассказывать правду и рассказываю её нормальным языком, которого нет у вас. Я не научен говорить на вашем языке. Меня воспитали по-другому. Хочу сказать тому продажному человеку, который возьмёт за это рубли. Если ты готов взять на себя этот грех, то бери его. И когда ты принесёшь эти рубли в свой дом, купишь на них что-то своим родителям, брату, сестре, жене или детям, не забудь рассказать им, откуда ты взял эти рубли. Аллах судя тебе и Аллах судя нам всем. Моя цель не личная, нет, а то, что сделали с нашим народом. И в последнее время сделали вашими руками. Никогда в истории наш народ не был в таком униженном состоянии. Тоже вашими руками. Аллах этому свидетель. И цель у меня одна не позволит вам и вашим хозяевам изменить нашу историю. Как бы вы там не пытались оправдать своё предательство, героями для нашего народа всегда были те, которые любили свой народ и которые отдавали свои жизни борьбе против агрессора. Шеймансур, Байсангур, Бенойевский, Зелимхан, Харачуевский и другие это не ваши герои. И никогда не станет героем тот, кто будет жать руку убийца своего народа. Если не будет меня или другого, то это дело будут продолжать другие люди. Дай Аллах всем мира, тем, которые желают мира другим людям. А теперь извинения. Да, я хочу извиниться. Я действительно долго думал и теперь понял. Да, теперь я понял. И считаю себя виновным в том, что долго сплю. Пусть только на это уходит пару часов, но считаю, что сплю долго, пока существуют душегубы, как вы, пожиматели рук, Путина. Даже в том, что могу употреблять пищу или улыбнуться, пока существуют такие душегубы, как вы. Виню себя за то, что делаю, может, все-таки мало против вашей лжи. Но я обязательно исправлюсь. Но меня успокаивает то, что все временно все изменится, иншаллах. И успокаивает то, что все ваше временное разрушится, как карточный домик. И что, наконец, вы не будете в состоянии больше унижать мой народ, чеченский народ. «Я извинился перед собой, но я все исправлю, иншаллах». Продолжение следует...